Доброе утро, мои дорогие! Вот только вчера я вам говорила, что закат как сдвинулся, а и рассвет как сдвинулся. Солнце же у меня всходило вот с той стороны дома, вот там, а теперь вот тут. Вот, посмотрите, что делается. Ой, как всё. Плохо с этим делом. Не было у меня астрономии в школе, поэтому я так-то не знаю. Девчонки, а вы много помните со школы? Вот я, например, помню, и немецкий язык помню. Чем очень удивила Костю в Турции, когда жили в отеле для немцев. Он очень удивился, говорит, откуда ты немецкий знаешь? Я говорю, в школе учила. Он говорит, так это когда было? Вот так учили, значит. Вот географию я в школе не любила. Преподавали плохо. Но всё равно у меня вот эта карта мира, Европы, вот, она у меня перед глазами стоит всю жизнь. Как у меня Алинка смеялась, говорит, мам, а я знаю столицы государств только тех, в которых, ну, в которых я была, куда ездила. Я говорю, как так? Я говорю, географию же-то в школе учила. Она, говорит, вообще ничего не осталось. Лучше, значит, как-то, не знаю. А вот астрономии не было. Ну что, утречки уже прохладненькие. Десять градусов. Чё-то сегодня и птицы не кричат. Ну так, небо-то хорошее. Вчера Витя приехал, мне траву скосил за участком и даже ничего не сказал. Надо узнать у него, когда будем пилить-то вишню, сливу. Ну, вишню-то просто укоротить надо, а сливу надо пилить. Только я уезжаю, прилетает какой-то дятел и долбит дырки в ней. Уже две дырки продолбил. Ну ладно. Надо пойти кофьяку поставить. Это начинать новый день. Закончились мои путешествия. Устал, правда, я, конечно. Но всё равно, как интересно. Я вот не понимаю людей, которым неинтересно. А мне интересно поездить куда-нибудь, посмотреть, как люди живут. Какие люди. Какая природа. Ладно, мои хорошие. Пойду день начинать. Кота-то уже покормила. Котёнок, конечно, просто... Только я уснула. А он как раз проснулся. И давай скакать по мне. Я уже вся ободранная, как положено. Весёлый парень. Да и скучно ему, конечно. Представляете, помидорчик висит. На высохшей уже вот этой штуке совсем. Господи. Скосил мне Витя всю траву, а дурман оставил. Дома давно отсвёл, а этот ещё цветёт вовсю. Так, поехала я в город. А вот и осенний Черноморск. Уезжала я. Тут стояли палатки. Народ был. А теперь вот... Акация обвалилась вся. Опала. Собак спит на солнышке. Всё, что осталось от цветущих кустов. Люди как вымерли. Жарко. Но редко кто вот такой раздетый. Сама иду на распашку в курточке. Вся мокрая. А я приехала в Черноморск сегодня. Ну, по очень важному делу. Я вам покажу потом. И вдруг звонят мне по телефону молодой человек. Говорит, мне нужно с вами встретиться. Ну, как это я откажусь от свидания с молодым человеком? Нет, конечно. Вот мы с ним встретились в моём любимом дворике. А надо было подписать договор там, что нам новый интернет провели. И вот мы, наверное, с полчаса с ним там сидели, разговаривали. Может, вас подвезти? Я говорю, нет. Вот я сегодня гуляю. Пойду-дойду до моря. Ты дома? Одно дерево такое рыжее попалось. Вот. А за каким я делом нужным приехала? Я вдруг очухалась сегодня с утра, что скоро Новый год. А я хотела сделать ёлочку из природных материалов. И, конечно же, забыла всё это дело пособирать-то. Ой, господи. Голова два уха. Ну, поехала. Каких-то полтора месяца назад мы сидели вон в той беседочке с Мариной, с Серёжей, с Егоркой. Слушайте, ещё вон люди купаются, загорают. Ну, совсем мало, конечно. Ой, кушери этого. Ну, а чё его никто не убирает? Его же надо убирать, он весь вон с песком смешивается. Ну, да, это ж не Турция, где с граблями каждое утро. Прямо пахнет водорослями. Женщина так долго идёт в воду. Неужели ей не холодно? Я думала ракушечек набрать. Ну, какой они вон всё с кушерием с этим перемешаны теперь. Вчера смотрела... Ну, так, случайно. Какой-то блогер тоже из Крыма. Вот он там показывал после шторма, что там повыносило на берег. И вот, что это вот... Ну, из-за приезжих, там, из-за отдыхающих. Ну, не знаю. Нет никакого мусора, кроме кушери. Ни бутылок, ни банок. А потом всё валить на отдыхающих, это не честно. Мы раньше с Алинкой ездили на Беляус зимой. Сколько там штормом выносят всякого дерьма. Ну, там открытое море же. И хочу вам сказать, это не отдыхающие. Это дурная манера у моряков выкидывать всё за борт. Так что... Морь такое ласковое какое-то, такое блестящее. Ну, ладно. Постояла, подышала. Ну, что, домой ехать, что ли? Ну, хотя домой надо. Дел много. Котёнок там один скучает. Ой, чё творит, чё творит. Хулиган. Ну, он маленький, глупый, конечно. Чё с него взять ещё? Ребёнок маленький. Всё, до чего может допрыгнуть. Всё оказывается на полу. В общем, весело. Это пока он теперь вырастет. Вот, мои хорошие. И сама посмотрела. Никуда не девалась. Всё на месте. И вам показала. Пойду. Надо в магазин зайти. Он так молоко пьёт. Ох. Ну, хотя у меня и Кобота пил молоко вообще. Только успевала. И этот тоже такой же. Урчит. Как прям кот настоящий. Как-то всегда очень, очень грустно осенью. То народ был. Ну, теперь всё. Всё закрыто. И опять тишина. У меня-то летом прям люди шумели, дети бегали. На велосипедах. А сейчас тихо. Да, в Сочи-то ещё жизнь кипит. Ну, ничего не поделаешь. Будем ждать следующего лета. Хорошо, когда хорошая погода. Особенно не торопишься никуда посидеть. В парке мороженое поесть. Я вернулась. Купила арбуз, молочка. Пока сидела, ела мороженое, потом вспомнила, мне же, наверное, нельзя мороженое с сахаром. С этим. Я никак не привыкну. Так, ну, я вернулась. Тут у меня украшения в работе. Вот, купила я ещё двое бульс таких. Ой. Так сильно магнитятся. Прям они. Ой, прям очень рада. Были бы ещё, я бы ещё купила. Больше нет. Она обещала ещё поковыряться, поискать дома, но это обычно, когда так говорят, ничего не будет. Ну, ладно, я этому рада. Очень редко попадается настоящий гематит. все пыльные. Висели на улице, на рынке. Да ещё вот, я говорю, такими, вот такой формы бусины интересные. У меня уже всё, план есть на них. Вот видите, я сижу на стуле, а сзади меня залезает вот это юное чудовище и когтями обдирает мне спину. Безобразник. Я говорю, вот прям лоханулась я. Лоханулась и только дошло до меня, что мне же нужны природные материалы, а я вот ну ничего наберу. Сейчас я уже на участке у себя там понабирала. всё пойдёт в ход. Субтитры создавал DimaTorzok